В Минске сегодня весь день совещаются эксперты контактной группы по Украине. Дипломатический марафон растянулся больше, чем на сутки из-за позиции Киева в вопросе отвода вооружений. Документ, обязывающий стороны убрать в тыл технику калибром менее 100 мм, собирались подписать еще вчера. Но в последний момент Украина внесла в текст новые поправки. И теперь, судя по комментариям участников переговоров, отвергает один за другим все варианты компромисса. Донецкий Луганский считает, что Киев специально тормозит процесс, чтобы оставить войска на позициях, откуда сейчас ведут обстрелы. Павел Краснов с подробностями. Шансы на то, что документ об отводе вооружений, все же будет согласован. До конца этого дня с каждой минутой становится призрачнее. На исходе уже второй день переговоров, не считая месяцев подготовительной работы. Но стороны по-прежнему остаются далеки от того, чтобы поставить точку в обсуждении. Мы снова столкнулись с абсолютным нежеланием украинской стороны доводить этот вопрос до логического его завершения. Был согласован новый вариант документа по отводу. После чего, значит, уже на этапе подготовки к подписанию снова возникли препятствия. Снова Украина дала стоп. И, к сожалению, на сегодня, на текущий момент мы не имеем согласованного текста. Разговоры о необходимости убрать от линии соприкосновения технику калибром до 100 мм идут давно. Участники переговоров не раз заявляли даже, что документ вот-вот будет согласован. Ожидалось, что во время текущей встречи стороны выйдут на предварительное подписание соглашения. Но когда текст был почти готов, Украина внезапно пожелала внести в него дополнительные изменения. По некоторым сведениям, Киев отказывается отводить орудия с некоторых участков. Например, под Донецком, где население как раз и продолжает подвергаться артиллерийским обстрелам. Это последствия очередного удара силовиков по Горловке. Разрушены жилые дома, повреждено электроснабжение города. Наиболее интенсивную артиллерийскому и наметному обстрелу подвез на населенный пункт Горловка. С позиции 30-й отдельной механизированной бригады под командованием Нестеренко. Мы в очередной раз убеждаемся в том, что киевские власти не намерены восстановить мир на Донбассе и продолжает воплощать в жизнь свой кровавый план по геноциду населения Донбасса. Нет согласия в вопросе об отводе войск от поселка Широкино. Вместо того, чтобы последовать примеру ополченцев и вывести подразделения, Украина планирует усиливать позиции. Об этом сегодня на встрече со своим Кабмином заявил Петр Порошенко. И наблюдатели вновь высказывают мнение, что Киев лишь имитирует работу по выполнению минских договоренностей. До конца не реализован ни один из пунктов документов, включая первый и самый главный – о прекращении огня. Застопорилась работа и в области политического урегулирования. Работа подгруппы по обсуждению этого вопроса накануне также зашла в тупик. Мы, как и заявляли до этого, готовы были бы находиться здесь и день, и два, и неделю, сколько бы не потребовалось. К сожалению, политическая подгруппа сегодня опять уперлась в те же предыдущие противоречия. Одним из самых сложных вопросов остается определение статуса Донбасса. Его особое положение должно быть закреплено в украинской конституции, но все изменения в основной закон необходимо согласовывать с Донецком и Луганском. А именно этого в Киеве делать не спешат. В вопросе о проведении выборов на востоке стороны столь же далеки от компромисса. Нарушение договоренности Киев настаивает на том, что выборы должны проходить под его контролем. Киев заявляет о том, что он до буквы соблюдает Минские соглашения. Это вызывает удивление, потому что обстрелы ведутся. Законодательство принимается таким образом, что, мягко говоря, не соответствует Минским соглашениям. И в этой связи желаемое выдается за действительное. В результате Киев, отрабатывая вот эту модель, подчеркивает, и его поведение вполне симптоматично и хрестоматично в данном случае, что он и не собирается исполнять Минские соглашения, но будет делать вид, что это делает. Независимо от того, чем закончится сегодняшняя встреча, скорого подписания совместных документов участниками Минского процесса в любом случае ждать не приходится. Следующая встреча контактной группы состоится лишь в конце августа. И учитывая, насколько трудно идет обсуждение, не факт, что и к этому времени эксперты успеют закончить работу над соглашениями.